Реализацию некачественного топлива ведут преимущественно дискаунтеры, госэкоинспекция. Случаи выявления некачественного топлива преимущественно фиксируются в сетях эконом-сегмента, МОТО, САНОЙЛ, УКРПЕТРОЛЬ, БРЕНТОЙЛ и другие. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной экологической инспекции ГЭИ, предоставленные ЭНКОР. Несоответствие техническому регламенту отмечалось по таким физико-химическим показателям как содержание серы, детонационная стойкость, объемная доля бензола, массовая доля кислорода, объемная доля кислород содержащих соединений и температура вспышки в закрытом тигле. По данным госэкоинспекции на три АЗС работающих под брендом МОТО, ООО МОТО РЕНТАЛ и ООО ЛАРСЕН ЛТД, были обнаружены нарушения характеристик бензинов. Так, на одной АЗС в Чернигове в бензине А-92 объемная доля метанола была превышена в 5 раз и составила 14,1 мг, а объемная доля бензола была превышена в 2,2 раза, до 2,2%. Нарушения по этим же характеристикам были зафиксированы и на других станциях МОТО. В бензинах, реализуемых на АЗС Санойл в Днепропетровске, обнаружено превышение по объемной доле бензола 1,7% при норме 1 и массовой доле кислорода 7,1 мг при норме 2,7 мг. Кроме того, были превышены показатели наличия кислородсодержащих соединений, метанол, простые эфиры. По результатам проверки с нарушениями качественных показателей бензинов, попали также 4 образца, отобранных в сети Укрпетроль. В трех случаях исследование показало превышение серы. Например, на станции в Бердичеве этот показатель был превышен в 11 раз и составил 117 мг. При норме температуры вспышки в закрытом тигле дизельного топлива 55 градусов на одной АЗС сети Brent Oil, ООО Brent Oil 95 и ООО Octane 95, она составила 27 градусов, на другой – 50,5 градуса. Также в ТТ и бензинах этой сети были превышены показатели серы и обнаружен недостаток октанового числа в бензинах. Кроме того, в продаже некондиционного топлива. Госэкоинспекцией были уличены АЗС, которыми управляют ООО Тесарк, ООО Рута Навака, ООО МАКС-19 и другие. Издание также отмечает, что все указанные сети АЗС относятся к так называемым дискаунтерам, торгующим топливом по минимальным ценам. В то же время Госэкоинспекция не зафиксировала ни одного случая качественных отклонений в сетях среднего и верхнего ценового диапазона. Как сообщал Энкор, весной и летом текущего года Институт потребительских экспертиз провел масштабные исследования бензинов А-92, А-95 и дистоплива на АЗС. По результатам лабораторных исследований были выявлены массовые отклонения от установленных параметров в сетях Sun Oil, Moto, BRCM, Brand Oil и AS Oil. В бензинах BRCM и Sun Oil были обнаружены амины, токсичное вещество запрещенное к использованию в топливах не только в Украине, но и в Европе и США. В результате институт был вынужден заявить о прекращении программ маркетинговой поддержки указанных сетей.